Но то, что реально полезно, то, что нам нужно. Сегодня нам нужно говорить о тавхиде, о Едином Божьем. Сегодня нам нужно говорить о нововведениях, о их вреде, о беда. Сегодня нужно говорить о том, как мусульмане должны жить в соответствии с религией Аллаха. Так, важное объявление. Я сегодня получил информацию, что в Чечне, как минимум в городе Грозном точно, скорее всего и по другим районам, силовики кадыровские ходят прям адресно по домам и изымают у людей заграничные паспорта. То есть они реально по адресу находят, заходят в дома, спрашивают, если им не отдают заграничные паспорта, они проводят обыски, находят эти паспорта и изымают их. Это относится ко всем, то есть они теперь не просто у молодых людей призывного возраста, они это делают у молодых людей, у людей взрослых, у женщин, у всех они изымают эти паспорта. Поэтому, если кто-то, кому-то они еще не пришли, позаботьтесь о том, чтобы ваш паспорт не попал к ним в руки. Если можете куда-то спрячьте его, в общем, что-то сделайте, либо выезжайте. По всей видимости, поставлена задача, чтобы отток людей за границу остановить. По всей видимости, может быть какая-то новая волна мобилизации намечается. В общем, что-то нехорошее в любом случае намечается, поэтому сделайте все возможное, чтобы не попасть под эту волну и не отдать им паспорта. А те, кто уже попал, и, к сожалению, если ваши паспорта попали к ним в руки, то позаботьтесь о том, чтобы сделать новый. Уже в республике вы это сделать не сможете, как-нибудь в другом регионе попробуйте это сделать. Вообще, вот этот пакет документов, все необходимое для того, чтобы свалить из России, он постоянно должен быть под рукой. Это очень важная тема. Я с многими людьми сталкивался уже в ходе своей деятельности, которые, оказавшись в трудной ситуации, выехав из Чечни, там, в другой регион, связывались, объясняли ситуацию, и у них не бывало заграничного паспорта. Они вообще его никогда не делали, им было не до этого. А видите, когда ты, когда приходит эта беда к тебе, и у тебя уже времени не бывает, и это все уже гораздо сложнее бывает сделать. Поэтому очень важно иметь, всегда иметь у себя вот этот вот пакет документов и какую-то сумму денег для того, чтобы выехав первое время, ты мог жить. Ну, и как минимум, чтобы ты мог себе дорогу обеспечить. В общем, думайте об этом. Очень интересно, каково твое мнение, какая проблема весомее? То, что заблудшие течения призывают к своим заблуждениям или загрязнение орбиты Земли космическим мусором? Конечно, гораздо важнее предостережение людей от заблуждения. Это, конечно же, очень важный вопрос. Однако, есть такие вещи, я понимаю, ведь к чему ты говоришь, к моей аналогии, которую я приводил в прошлом эфире. Есть вещи, которые относятся к прямому мракобесию, и никто ведь не говорит, чтобы призыв к тавхиду, чтобы одобряемое, побуждение к одобряемому и порицание, запрещение порицаемого, чтобы этим вещам отдавался приоритет. Конечно, нет, это 100%. Но в вопросах, в которых есть какая-то тема, в своей основе относящаяся к просто дозволенному, то есть не является это необязательным, не желательным, это является просто дозволенным. И никто не говорит, что это дозволенное в религии Аллаха, что это стало запретным. Никогда не станет запретным то, что дозволил Всевышний Аллах. Это будет дозволенным вплоть до судного дня. Но это дозволенное, если в какой-то момент, допустим, практика этого становится вредной, то в сумме тысячи примеров того, как это даже запрещали. А мы говорим о том, что даже не вопрос запрещения этого с точки зрения религии. Дело в том, что в своей основе дозволенная вещь перестала практиковаться и стала в этом мире признаком средневековья, признаком отсталости. И когда люди пытаются эту вещь, вместо того, чтобы говорить как раз-таки о важных вещах, о том, что есть конкретные заблуждения, которым нужно противостоять, что нужно говорить о тавхиде, что у нас поклоняются могилам, что у нас ходят и возлагают свои дела, свой успех, возлагают на мертвых, возлагают на людей, отсутствующих, даже если они живые, где-то их шейхи, они к ним взывают. Когда есть вот такие вопросы, и когда нужно именно об этом говорить, в этом направлении постоянно вести работу, когда вместо этого обсуждается тема в своей основе абсолютно неважная и, более того, вредная в нынешнее время. Вот это вот очень плохая тенденция, и мы не можем себе это позволить. То есть я не могу себе позволить сесть и рассуждать на тему, которую на другие на нас посмотрят, не мусульмане, и ужаснуться от того, что здесь просто идет вообще обсуждение подобной темы. Поэтому я отвечаю на этот вопрос, сказал, что я здесь не буду это обсуждать. Даже если есть польза в том, чтобы какие-то заблуждения, шубогатые опровергнуть, но вред от этого превалирует, понимаете, больше вреда. Потому что кто посмотрит, кто послушает это, и из-за этого собьется. Это два с половиной человека может быть. А если ты начнешь это опровергать, сколько людей ты исправишь? Ну опять-таки, может два с половиной человека из этой аудитории, люди, которые посмотрели. Но те, кто отвернутся, те, кто посмотрят и скажут, да там вообще полное дно. Они до сих пор сидят и обсуждают там рабовладельческий строй, его пользы и его вред. Понимаете, вот этих людей будет гораздо больше. Поэтому вред, который от этого приходит, он гораздо больше, чем пользы, которую можно получить. Поэтому мы подобные вещи не обсуждаем. А так, если кто-то из этого понял, что религиозные темы являются необязательными, неважными, нежелательными, то абсолютно неправильно поняли. Наоборот, надо вести, как сказал Всевышний Аллах ранее, ведите с ними спор наилучшим образом. Ведите свою, кто занимается миссионерской деятельностью, проповеднической. Пускай ведет проповедническую деятельность. Пусть тот, кто требует знания, в меру своих возможностей, своего времени уделяет свое время на то, чтобы передавать свои знания, чтобы какую-то полезную информацию доносить. Но то, что реально полезно, то, что нам нужно. Сегодня нам нужно говорить о талхиде, о едином Божии. Сегодня нам нужно говорить о нововведениях, о их вреде, о бедах. Сегодня нужно говорить о том, как мусульмане должны жить в соответствии с религией Аллаха. А не говорить о том, рабы, хорошо это или плохо. Хорошо было бы иметь там рабы и так далее. Понимаете, вот это глупая тема. Поэтому давайте заниматься действительно тем, что важно.